Полсотни городов и больше двух тысяч работ в Староаскольской детской художественной школе провели 10-й конкурс академического рисунка и живописи «Мастер». Более 40% работ отмечены дипломами репортаж Анастасии Иконниковой. Разместить больше двух тысяч работ на стенах не так-то просто, поэтому их раскладывают на полу. Конкурс «Мастер» проводится раз в два года и очень популярен у юных художников со всей России. Идея создания принадлежит Александру Матяшу, заслуженному работнику культуры, бывшему директору Староаскольской детской художественной школы. В этом году было прислано на конкурс более 2200 работ. 41 город по России плюс Белгородская область. То есть вся Белгородская область, все ДШИ, ДХИШ принимают участие в нашем конкурсе. Когда мы жюрим, я могу сказать, что очень сложно определиться с выбором, потому что работы на достойном уровне. Работы выполнены в течение двух последних лет. Чтобы оценить такое огромное количество работ в разных номинациях и в разных возрастных группах, приходится задействовать систему голосования. 13 членов жюри из представителей Союза художников России и педагогов судят строго, но справедливо. Конечно, композиция в листе. Очень важно. Композиция в листе. Если это рисунок, очень серьезное должно быть построение на том уровне, который ребенок уже овладел, какими знаниями он уже овладел. Если это живопись, колористическое решение, контраст или наоборот нюанс. Победителей много. На призовые места не скупятся. Их больше 800. Да и само участие в конкурсе уже своего рода достижение. Те работы, которые уже попали на этот конкурс, это уже дети, которые одарены. И конкурсы российские. На этот конкурс уже отбор прошел. Каждый преподаватель провел отбор, прежде чем представить на конкурс. Плюс еще здесь очень серьезное, жесткое идет соревнование. И здесь уже представлены дети, которые действительно, звездочки, которые действительно обладают какими-то творческими способностями. Лучшие работы конкурса соберут на выставку и представят ее в стенах детской художественной школы.